доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити может быть это покажется мало кому интересным но тем не менее я достаточно давно уже снимал подобного рода ролик и хочу повторить его потому что это как никогда актуально в наши дни лев николаевич толстой уважаемый наш русский писатель российский писатель в свое время писал такую фразу существует два типа женщин и мужчин в каком смысле что существует женщины второго первого рода и женщины второго рода точно также он назывался о мужчинах существуют первые мужчины первого рода и существуют мужчины второго рода как их отличить это как некий анекдот спросили у льва николаевича он ответил следующее мужчины грузущие семечки на улице на улице это мужчины второго рода второго третьего рода то есть некачественные мужчины но судите сами господа что у нас делают мужчины пьют пиво грызут семечки на улице хочешь погрызти погрызть семечки взять дома погрызе их вкусная штука приобщении к нирване приобщение космосу и так далее и тому подобной вещи тем не менее грызть семечки на улице это мавитон это Это признак некачественности, как, наверное, мужчин, так, собственно, и женщин в каком-то смысле. Нельзя этого делать ни при каких обстоятельствах, и уж тем более пить пиво или еще что-то подобное. Ну, вот так в 19 веке писал Лев Николаевич Толстой, мужчины второго рода, грызущие на улице семечки. По поводу женщин, что говорил тот же упомянутый мной Лев Николаевич Толстой, он говорил следующее. Женщина ни при каких обстоятельствах, по-настоящему женщина, леди, в преддверии 8 марта или, собственно, уже после 8 марта, никогда, никогда, ни при каких обстоятельствах не должна благодарить, когда мужчина, оказывая этой знак внимания, уважения, не должна благодарить за то, что ее пропустили, открыли перед ней дверь и пропустили ее вперед. Ни при каких обстоятельствах этого женщины делать нельзя. Она может и должна наклоном головы, улыбкой, мимикой, жестом как-то продемонстрировать, что она оценила этот жест мужчины, если он ее пропускает в двери, но никогда не должна говорить спасибо. Женщина, говорящая спасибо, когда ее пропускают в дверь, это женщина второго рода, некачественная женщина. Вот такое вот короткое видео в виде анекдота, в виде какого-то, может быть, какой-то несуразности, может быть, вам так покажется, но, тем не менее, что есть в истории, то есть в истории. Мужчины и женщины бывают неоднородны по своей природе. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам. Продолжение следует...